2 апреля правительство Севастополя положило начало теме, которая будоражила город всю неделю. Чиновники потребовали у законодательного собрания согласовать непонятные манипуляции с полумиллиардом рублей из городской казны. Расшифровка документа по переброске такой суммы уместилась всего на полутора листах. Причем вместо реальных показателей чиновники просто указали множество ссылок на иные поправки. Каким образом, зачем, почему, откуда сняли, куда направили, нам не объяснили. Нам предлагают, что называется, в темную согласиться с тем, что значительная часть изменилась. Я обращаю внимание на то, что первоначальный проект на 3 миллиарда, он же еще прошел проверку КСП, а поправки проверку КСП не проходят. И у меня стойкое такое подозрение, что там есть такие вещи, которые при внимательном рассмотрении нельзя было бы пропускать. Но проверить это, к сожалению, мы не могли. При этом с трибуны сессионного зала чиновник Ноздряков, не показывая абсолютно никаких документов, заявил, что правительство желает частью из пресловутого полумиллиарда облагодетельствовать ветеранов, учителей и врачей. Верить Ноздрякову на слово депутаты отказались. И правильно сделали. Мы нашли пояснительную записку, представленную правительством. В ней упомянуты суммы и получатели Департамента общественных коммуникаций, транспорта, городского хозяйства, капитального строительства. Как можете убедиться, ни слова о севастопольских ветеранах, учителях, врачах и о том, что правительство собирается выплатить им хотя бы копейку. В документе нет. 500 с лишним миллионов из городского бюджета чиновники решили потратить, прикрываясь как щитом социальными категориями населения. На словах. Когда депутаты отказались голосовать за такого кота в мешке, вице-губернатор Пономарёв сделал заявление, дезинформирующее севастопольцев и провоцирующее на определенные действия. В результате этого решения около 8 тысяч севастопольских ветеранов будут лишены повышенной доплаты к Дню Победы. Несмотря на такие инсинуации со стороны чиновников, севастопольские депутаты сообщили, что готовы проголосовать за ветеранские выплаты. Для этого чиновники должны будут предоставить законопроект, не содержащий никаких других положений и бюджетных трат, кроме ветеранской выплаты. Для этого правительство должно оперативно, буквально в течение этой недели, подготовить проект внесения изменений в законобюджете, в котором не устраивать сборную солянку из разных непонятных изменений, а четко прописать, что вы хотите дать 24 миллиона ветеранам, напишите, откуда вы их берете, каким именно ветеранам, в какой сумме их даете. Этот проект может пройти экспертизу контрольно-счетной палаты буквально за три дня. Однако никаких конструктивных действий со стороны правительства, якобы заботящегося о ветеранах, не последовало. А губернатор Овсянников сообщил, что закон о бюджете, принятый депутатами без полумиллиардной правительственной поправки, которую пытались на словах прикрыть ветеранами, будет ветирован. И в очередной раз оскорбил депутатов. Вот пусть они свои слова себе засунут туда, откуда они вышли, и больше ерундой не занимаются. К темам городского хозяйства. На сороковой день после первоапрельского заседания правительства Севастополь может попрощаться с вице-губернатором Владимиром Базаровым и временно исполняющим обязанности директора департамента транспорта Евгением Исаковым. Овсянников обвиняет их в срыве сроков сдачи дороги на улице Симонка. 10 мая. Не будет парковки, не будет улицы Симонок. Торжественно вручим вам благодарность за работу, и будете работать в другом месте. Напомним, на улицу Симонка подрядчик фирмы спецкабстроя Ростов зашел более полугода назад, 15 октября 2018 года. За это время специалисты не успели сделать и половины запланированных работ. Общая готовность дороги на сегодняшний день составляет порядка 40%. Посмотреть на дорогу губернатор Севастополя на этой неделе выехал лично. И философски заметил, что сроки не главное. Знаете, наша задача сдать дорогу. Сроки влияют сегодняшнюю судьбу нескольких человек. Однако, несмотря на такой подход, парк Победу губернатор в очередной раз пообещал открыть к 9 мая. Я никому не позволю не сдать объект в срок. Обустройство еще одного крупного общественного пространства обсудили на этой неделе. Московские проектировщики представили жителям северной стороны вариант развития парка Учкуевка. Амфитеатр, парковочная зона на 170 мест и распылители влаги. А еще скейт-парк, дорожки для велосипедистов и даже скалодром. Такое будущее рисуют парк Учкуевка уже к концу этого года. В целом, проект неплохой, но он требует немножечко изменений, доработок, на мой взгляд. Хотелось бы, чтобы в парке была зона такая, где можно было бы, идя с моря или на море, присесть отдохнуть возле фонтана. Я считаю, что вместо колец, которые распыляют воздух, не воздух, а воду, можно сделать хороший, красивый фонтан. Доработанную концепцию благоустройства парка Учкуевка с учетом замечаний и предложений севастопольцев рассмотрят в местном правительстве через неделю. Оригинальное решение. Для борьбы с оползнем на северной стороне севастопольские чиновники используют чилийский метод. Решение утверждено во время посещения Овсянниковым мыса Толстый, где в море сползают дома. Идея принадлежит исполняющему обязанности заместителя губернатора Татарчуку. Все законодательство перелопатили по России и нашли только что-то подобное в Чили. В Чили. В России не нашли. Главный тезис чилийской модели организации безопасности на оползневых участках – запрет на строительство в опасной зоне. Дмитрий Овсянников отметил, решить вопрос с оползневым абарийным участком можно было бы иным путем. Сделать в садовых товариществах нормальные водоотводы и канализацию, которые бы значительно уменьшили нагрузку на грунт. Но с точки зрения градоначальника это нерациональные траты. Чилийский метод дешевле. Это все можно сделать. Это будет стоить сотни миллионов рублей. Береговое крепление будет стоить миллиарды. Я уверен, что у нас в городе есть более срочные задачи, более животрепещущие. И мы, конечно, должны сконцентрироваться на первочетных задачах в городе. А здесь мы должны обеспечить ограничение хозяйственной деятельности. А вот строительство онкологического центра в Севастополе опять под угрозой срыва. Четвертый по счету конкурс по поиску подрядчика приостановлен. Об этом свидетельствуют сообщения на портале госзакупки. Причина – жалоба компании «Полимер спецстрой» из города Шахты Ростовской области. Основные претензии к тендерной документации. Начать строить такой нужный для города объект в районе Фиолентовского шоссе губернатор Овсяников обещал президенту еще в августе 2017 года. Но выбрать подрядчика, который бы справился со сложной задачей, имел опыт и необходимые допуски, пока не получается. Пока обнадеживающе звучат обещания открыть в городе приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Бездомные получат крышу над головой к осенним холодам, заявил в понедельник уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. На данный момент не просто уже обозначено место в пригороде города, но и уже сейчас расписана дорожная карта, за какие средства, каким образом можно будет осуществить наибыстрый ремонт в данном помещении и на данном участке. Главное, чтобы деньги на обустройство приюта поступили вовремя. Иначе может случиться беда. На этой неделе, за срыв сроков финансирования регионального детского образовательного центра «Планета детства», объединяющего два лагеря «Омега» и «Алсу», губернатор Овсяников отчитал директора департамента образования Белозерова. Понадлится полтора месяца, чтобы довести деньги. Если бы этот канал параллельно за свой счет не начал ничего строить, мы бы с таким темпом ничего бы не сделали. Я, Иван Сергеевич, прошу, у вас сделаны там кадровые выводы по поводу заместителей? Когда они уволены? С какого числа? Заместители какие? Ваш директор департамента. С сегодняшнего. Понятно. И первый заместитель директора департамента Светлана Кириленко была уволена по собственному желанию. 14 лет строгого режима за приготовление к диверсии и хранение взрывных устройств получили члены группы диверсантов. 4 апреля городской суд Севастополя огласил приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, признав их виновными в подготовке диверсий в городе Героя и хранении взрывных устройств. Напомним, диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины в составе Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова была задержана в Севастополе в 2016 году. Штыбликов уже получил срок в конце 2017 года. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину осужденный признал, в отличие от товарища Дудки. Там вы все дела почитаете, там одно вранье, там все в общем, никакой конкретики. Я не этого не делал, так и скажите, я это не делал, и он этого не делал. Такого вранья в жизни никогда не видел. Такими были первые семь дней апреля 2019 года. Такими они остались в репортажах журналистов независимого телевидения Севастополя. Елена Анисимова, Севинформбюро.